всем привет в последнее время очень много было запросов на нового мужчину не на возвращение бывших никогда будут какие-то отношения именно вот новый мужчина давайте посмотрим и еще хочу сказать вам огромное спасибо за ваши комментарии огромное спасибо за вашу поддержку огромное спасибо за те слова что вы мне пишите вы не представляете насколько мне это безумно приятно и как это стимулирует как-то вдохновляет делать новые расклады спасибо вам большое что вы есть со мной но я делаю для вас те расклады которые вам наиболее интересны сегодня будет расклад на три варианта и на каждый вариант будет своя собственная колода это двусторонняя таро но без рубашки это таро иллюминатов и это таро черный гримуар выбирайте свою какая вам больше нравится можете поставить на паузу чтобы сосредоточиться можете выбрать свой привычный вариант если вы на канале впервые попробуйте представить в голове цифру 1 2 3 и какая больше вас потянет либо колода может быть какая-то вас больше привлечет каждая из них хороша по-своему есть любители у меня своих собственных колод и очень ждут когда расклады на данных колодок может быть как раз таки сейчас такой вариант когда вам хочется именно какую-то свою собственную колоду послушать что она вам скажет в любом случае внимательно слушайте сигнификацию потому что именно она является отправной точкой для того чтобы вы смогли понять ваш расклад это или нет чтобы нам ничего в кадре не мешало ну и как обычно начинаешь снимать расклад кто-то начинает пилить долбить сверлить а если будет совсем уж громко буду стараться говорить громче ну и либо ставить на паузу выключать видео продолжать когда эти звуки стихнут побороться с ними я никак сожалению не могу и так для тех кто выбрал вариант номер один двусторонние таро и ваша ситуация здесь даже не ваша ситуация вы да кто вы на сегодняшний день кто вы какая вы может быть действительно и от ситуации здесь речь пойдет женщина после трансформации здесь женщина которая могла поставить точку в отношениях и сейчас набралась энергии готова к любви и женщина которая могла перекроить свою жизнь поменять работу место жительства и сейчас готова уже для новых отношений здесь та ситуация когда вы действительно хотите отношения не для того чтобы они просто были а это внутренняя готовность возможно еще здесь для кого-то отыграется ситуация что вы хотите новыми отношениями поставить где-то уже для себя окончательную точку в каких-то даже если точка стоит но иногда бывает так что думаешь о человеке думаешь и ты понимаешь что пока неким занять свои мысли да вот все мысли возвращаются в какое-то прошлое в любом случае вот эмоциональная готовность здесь есть да вот желание этого конфетно-букетного периода желание романтики желание новых впечатлений встреч любви да здесь у меня женщины готовы причем да вот смотрите здесь уже не так что я отомщу своему бывшему и все пусть он локти грызет пусть смотрит как я счастлива нет здесь состояние внутреннего умиротворения возможно здесь еще ситуация что долго не было отношений и девочка созрела вот по-другому не могу сказать бывает так когда отношения заканчиваются и ты выпотрошена и вроде бы и хочется что-то ну ты к этому не готова потому что можно наступить на те же грабли можно совершать те же ошибки а здесь выводы сделаны здесь в отношении женщина будет заходить не с точки зрения сейчас я всем отомщу да и вот сама себе самооценку повыше не и женщина готова на новое здесь здесь женщина сама по себе обновленная здесь такая знаете девочки умиротворенная сейчас энергия в этих картах но хочется сказать что вот после смерть она как правило карта таких перемен было плохо станет хорошо либо хорошо станет плохо и здесь после после того как случилась трансформация сейчас все хорошо значит делаю вывода что где-то здесь в прошлом здесь было плохо прошло время выводы сделаны и теперь женщина готова что еще здесь что у нас за женщина уход из длительных отношений здесь ну видимо здесь предыстория мне рассказывается отношения качелеобразные отношения для многих отыграется что это что-то дистанционное раньше когда-то знали друг друга и через годы встретились или в целом да это дистанционный роман что сейчас не ново до наш современный мир расплодил отношения которые вот по интернету до друг друга никогда не видели в живую но зато вот дистанционно влюбиться очень сейчас легко ситуация когда был определенный выбор и выбор здесь сделан возможно здесь тот человек о котором здесь речь карты показывают из прошлого сделал выбор не вашу сторону либо это был ваш выбор в сторону того что я ухожу да я ухожу по что то новое все дверь в прошлое закрыта и кстати здесь очень хорошая ситуация показана что именно дверь в Прошлое, она закрыта. Либо здесь остается, ну, да, вот, вот буквально вот она закрыта, но еще и на ключ ее запереть, чтобы уже все, да, и ключ выбросить. А сама женщина у меня какая? Никому, говорит, не верю. Я никому не верю. Теперь все отношения, которые у меня будут, и новые мужчины, они будут подвергаться проверке. Но здесь правильно, в любом случае правильно. Пусть женщина и готова к новым отношениям, но опыт прошлого позволяет ей теперь уже быть женщиной, которую обвести вокруг пальца или которой воспользоваться будет крайне, крайне сложно. И женщина для себя уже сформировала такой вот фильтр мелкодисперсный, через который абы кто здесь не проскользнет. И мужчин, она уже здесь для себя, вот, после неприятных ситуаций, потому что здесь предательство было со стороны мужчины, и она уже знает симптомы, она уже знает сигнальные моменты, по которым она уже четко для себя сможет понять. Это некое повторение, да, или этого мужчину из прошлого, да, в очередной раз в тираж выпустили. То есть здесь такая у нас женщина, которая все понимает, которую обдурить, надурить здесь крайне сложно. Да, ну и вот она, королева жезлов. Сексуальная, амбициозная, знающая свою ценность, готовая любить, но просто так свое сердце, свою душу она уже никому не отдаст. Она может защищать свою собственную территорию, она может встать на страже своих собственных интересов, потому что она уже знает, почем фунт лиха. И поэтому теперь просто так в ее жизни отношения, если и будут появляться, то она не позволит, чтобы это было что-то такое, где ее там растопчут, да, где ей воспользуются, где ее предадут. Вот здесь женщина, в принципе, она и сама могла бы, да, самостоятельно жить-поживать там и не тужить. Вот, но похоже здесь либо, либо когда уже полностью набрана женская энергия, и ей хочется делиться, и некуда, да, ее деть. Либо здесь ситуация, когда женщина, в принципе, не готова быть самостоятельной, когда ей нужна пара, когда ей нужен мужчина для такого гармоничного взаимодействия с окружающим миром. Я надеюсь, что здесь вы себя узнали. Потому что здесь и настоящее показано, здесь немного прошлое показано, здесь о вас. Если вы точно понимаете, что вы сейчас не в страданиях и ждете нового мужчину, что вы сейчас абсолютно спокойно, что прошлое вы отпустили, что вы уже ставите и поставили точку, что новый мужчина для вас, это будет новый мужчина. Вы не будете его сравнивать с прежним, потому что выводы сделаны, что к новым отношениям вы будете подходить совсем с новой позиции. Значит, это ваш расклад, значит, эта ситуация ваша. Есть ли какие-то здесь расхождения? Девочки, не смотрите расклад. Пожалуйста. Посмотрите, будет второй, третий вариант. Здесь вот должно вот до микрона сходиться. Минимальная погрешность, минимальная 20%. Смотрим, войдет ли в вашу жизнь новый мужчина. А так и войдет, девочки. Но здесь не в самое ближайшее время. Здесь мужчин, ведь и карта ожидания. И мужчина войдет, либо девочки старше вас, либо он столько пережил в своей жизни, что вот на пару жизней точно хватит. Мужчина, который мудрый, мужчина, который размеренный, мужчина, который никуда не спешит. Мужчина, который в этой жизни особо уже никуда не торопится. Он познал смысл жизни, он знает цену отношениям, он знает цену любви. И мужчина, который сам по себе здесь соскучился по ласке. Здесь отношения, я не знаю, к чему они приведут, потому что мы смотрим, войдет ли мужчина. И что будет. Чем закончатся отношения, я не знаю. Но изначально здесь отношения не предполагают, что мужчина идет здесь для брака. Здесь мужчина идет для праздного, для прекрасного, для расслабляющего времяпрепровождения. Потому что здесь вы к этому готовы. И мужчина может оказаться в похожей ситуации, после предательства, и уже отошел, испуг уже первый прошел. Здесь может быть, в принципе, мужчина такой закоренелый холостяк, который подразумевает для себя отношения с женщинами, но особо в брак не торопится. Кто его знает, да, может быть, здесь действительно скажут, что я уже настолько устал от одинокой жизни, потому что здесь вот отшельник, да. мужчина, который старается держаться вдали от общества. Это не означает, что он живет там в пещере, да, в лесу. Это означает, что в его жизни минимум людей, в его жизни минимум каких-то излишеств. Этот мужчина минималист. И мужчина, который, ну, действительно, вот он не будет завоевывать вас, вот как вот последний герой. Здесь мужчина, который сам знает толк в отношениях, и женщина ему нужна такая же, которая тоже хочет скрасить девочке свое одиночество. Вот так вот будет правильно, да, отношения для того, чтобы скрасить одиночество. Что еще здесь? Вот, смотрите, здесь, в принципе, карты показывают, что если ждете брака для себя, то брак у вас в будущем, он есть. Да, жена, официальные взаимоотношения. Но вот по времени здесь карты показывают, что здесь действительно можно будет порождать либо этого мужчину, но плюс здесь в том, что вы сможете именно с этим мужчиной расслабиться, да, именно с этим мужчиной провести время. Интересно провести время. Вам будет о чем здесь поговорить. Скоро с ним брак случится или нет? Нет, случится не скоро. Может, да, может. А может не получится, и это тоже. Я надеюсь, здесь понятно. Надеюсь, совсем вас запутало. Для чего он придет в вашу жизнь? Для чего? Ну, вот опять же, видите, он идет, но он неспешно. То есть уже где-то по пути. Для чего он придет? Смотрите, для того, чтобы вы почувствовали себя любимой. Здесь для эмоций. Здесь для того, чтобы вы вот то, что у вас накопилось. Та ласка, да, та энергия. То, что хочется действительно дарить другим, вот для взаимообмена. Вы почувствуете себя любимой здесь. Вы почувствуете себя женщиной, над которой трясутся и дрожат. Вы почувствуете себя, что вас любят. Вы почувствуете себя вот королевой кубкой, да. Вы почувствуете себя женщиной любимой. Причем здесь отношения будут развиваться спокойно. Здесь без вспышек, здесь без передряг. Но, видимо, там может быть и кармический урок был, который вы прошли. Вот. И поэтому заслужили уже что-то спокойное. Единственное, я хочу сказать, что вот этот новый мужчина не последний в вашей жизни. Может быть, так получится, что вам еще и придется выбирать, с кем из мужчин остаться. Потому что есть еще и второй. Либо помоложе, либо более такой, ну, такой мачо, да. Король кубков. С королями кубков, пожалуйста, будьте всегда осторожны, потому что говорить могут много. Складно, да ладно. А вот на деле вот с ними просто нужно уметь обращаться. Вы не любите кошек, да. Вы просто не умеете их готовить, да. Такой черный юбор. Ну, вот и здесь. Просто не умеете готовить этих королей кубков. Они дают ощущение, что все, весь мир сосредоточен только на тебе, но это такой человек, да. Он такого склада. Он, если праздник, да, то такой, чтобы, ух, аж душа развернулась. Если это ухаживания, то такие, чтобы вот запомнилось на всю жизнь. Они могут быть хорошими семьянинами, могут быть хорошими мужьями, но я говорю, к ним нужен просто определенный подход. Опять же здесь идет ситуация, что как жена, как хозяйка в доме, где есть мужчина, вы себя найдете. У вас будет в будущем брак. Я не знаю, насколько он официальный, да, но, допустим, вы с этим мужчиной живете гражданским браком, но вместе, например, купили машину, да. Вот какие-то бумаги вас здесь будут связывать. А может быть, здесь действительно официальный брак. Поэтому здесь не один мужчина даже. Это событие не ближайшего будущего, ну вот 9-9. Ну вот, если хотите, пусть в течение 9 месяцев, не раньше начнут происходить здесь перемены, потому что здесь подождать нужно. Но зато потом не отвертитесь. Спрашиваю, о чем здесь тройка мечей. Девочки, похоже, здесь король кубков, который встретится еще вам на пути. Будьте, пожалуйста, бдительны, потому что мужчина не свободны. Вот этот вот с серьезными намерениями. Но вот по сравнению, вот кто такой подшельник, да, вот по сравнению с королем кубков, король кубков поинтереснее, да, вот попривлекательнее, по многим таким вот мужским характеристикам. Вот может быть, вы и споткнетесь по королю кубков. Просто здесь держите нос по ветру. Подпускать к себе такого человека, не подпускать. Здесь только вы будете решать. Ну еще и тут король мечей. Ну нет, здесь больше о ваших выводах. Все-таки здесь не третий мужчина. Здесь не третий мужчина. Вы окажетесь в ситуации, когда вам будет из кого выбрать. И ваша задача будет выбрать либо мужчину, которого нужно будет ждать. и мужчина ждать не потому, что он женатый, а ждать, потому что он неторопливый, он никогда не торопится. Жизнь у него размеренная, жизнь у него спокойная. Либо выбрать такой вот роман, который вскружит голову, но в формате любовного треугольника. Сложный здесь выбор будет для вас, потому что не поддаться обаянию короля кубков это очень сложно. Даже если это мужчина не водной стихии, да, это характеристика его личности. Что вы должны знать о том мужчине, который первый встретится? Ну, самое главное, видите, чтобы вы понимали, что он вас не морозит и что он вами не пользуется, что он не тратит ваше время. Он, в принципе, сам по себе никуда не торопится, потому что будет интересно с ним, и вам захочется с этим человеком быстрее, 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 двинуться куда-то уже в более серьезные, да, в более определенные отношения. Но вы здесь можете столкнуться с ситуацией, что вы-то готовы, да, вы торопитесь, а мужчина нет. И вот причина конфликта, да, что он покажется, что он просто ничего не хочет. Вот этот момент, об этом моменте, точнее, вы должны знать. все свои кармические уроки вы прошли на ближайшее будущее, к тому моменту, как встретится первый мужчина. Это мужчина будет не кармический урок. А вот король кубков еще, который появится, вот он может быть вашей проверкой на прочность, насколько вы действительно усвоили те уроки, которые были. для себя сделайте вывод, что да, интересный и он, моложе, может быть, у вас интересный, задорный, но не совсем скорый на действие. Да, девочки, там о семье с королем кубков можно будет только мечтать, потому что семья там уже будет. А вот этот вот мужчина вполне возможно кандидат на то, чтобы создать с вами семью. В любом случае, знаете, как я скажу, что если ваша задача выйти замуж и быть женой, то эта задача вам по плечу, она у вас осуществима, она у вас в будущем стоит. Для того, чтобы понять, будете ли вы одиноко в будущем или нет, вы одиноко не будете, даже еще придется выбирать. Ну, а в остальном я надеюсь, что в целом вам было интересно, и в целом вам было понятно. Скучно не будет, ждите попозже проверочки на пройденные уроки и ждите мужчину. Хочу пояснить, еще знаете, какой момент, с вот этим мужчиной интересно будет, потому что у вас будет много общих тем, либо схожая судьба, и вам будет о чем поговорить. А вот король кубков, это такой вот будет соблазнитель, который по сравнению с этим мужчиной, вот этот будет выгоднее выделяться, и вот это может вас вот как-то вот споткнуть в отношениях с этим мужчиной. Вот поэтому будьте здесь внимательны, будьте бдительны. Вот этот под ваш фильтр проходит полностью, а вот этот просто может запудрить вам мозги, и все ваши фильтры слетят, как бы вы их прочно не устанавливали. Все, мои хорошие, я надеюсь, что вам понравилось, как я уже говорила. Я надеюсь, что те, кто просили расклад, что вы довольны тем, что я максимально возможно, да, максимально возможно скорое время сделала его, не могу сразу все запросы реализовывать, потому что в день бывает по 5-6 запросов, и, конечно, я не смогу столько короткое время снять. Пишите, в любом случае пишите, и те темы, которые максимально часто повторяются, либо под которыми лайков много, я, конечно, их снимаю самое ближайшее будущее. Я желаю вам не скучной жизни, она у вас будет, ну, пусть она будет не скучная, но, чтобы вы для себя могли найти то самое настоящее, что нужно вам. Я желаю вам здоровья, самое главное, и, конечно, жить по принципу вчера мечта, сегодня цель, а завтра реальность. А у нас вторая позиция, второ иллюминатов. Смотрим вашу сигнификацию, что у вас или кто вы на сегодняшний день, чтобы вы смогли понять, о вас или не о вас. Итак, самое интересное, что я не вижу вас с свободной женщиной. Здесь женщина, которая имеет отношения, или женщина, которая в браке. Просто для себя здесь хочется новых впечатлений. Здесь могут быть отношения, когда вы в браке, но это формальность. Такое здесь может быть с мужем уже вот только совместная жилплощадь, в которой вы живете. И все, да, ничего кроме этого вас не связывает. Но здесь также может быть и ситуация, что вы являетесь женой мужчины, вас все устраивает. Ну, например, не устраивайте эмоции, там, элементарно интим с вашим мужем. Вот и хочется буквально мужчину, который бы порадовал. Ваша жизнь в плане женщины, у которой есть семья, она здесь сложилась. И в принципе тем, что у вас есть в жизни, здесь вы довольны. эмоций, видимо, не хватает здесь. Ну-ка, что вам не хватает? В принципе-то все хорошо, но хочется, хочется чего-то нового. Что не хватает? Вот, если честно, вот даже вас спросить, что вам не хватает, вы скажете, я не знаю, чего мне не хватает. Чего-то не хватает, но чего конкретно я даже сказать не могу. Самоутверждение, самореализация. Хочется вновь почувствовать себя девушкой, которая любит, которая любима, у которой есть яркий роман. Здесь те женщины, которые без любовных эмоций чахнут. И она может находиться в очень стабильном хорошем браке, либо она может находиться там формально в браке. И для кого-то, девочки, поверьте, даже если с мужем они своим не спят, там и ничего их не связывают, кроме, я уже говорила, жилплощади, они вполне себя комфортно чувствуют. Все, да, вот штамп в паспорте есть, и мне достаточно для жизни. Потому что для кого-то, что разведенная, там одна, это очень страшно. Но для вас, даже если у вас жизнь налажена все стабильно, вот любовь, эмоции, они вам очень важны. Поэтому при всем здесь внешнем благополучии внутри вы человек, такая маленькая девочка, которая хочет влюбиться, или которая хочет, чтобы ее любили, чтобы она была чей-то возлюбленной, вот, чтобы можно было чувствовать себя вот гармонично в этом мире, полноценно. выбирать вы ничего, никого не будете. Новый мужчина вам нужен не для того, чтобы расставить точки со своим мужчиной, а для того, чтобы просто в жизни был праздник. Претензий никаких вы никому выставлять здесь не хотите. А если с мужем вообще никак, то сейчас посмотрю. Да, здесь все равно, здесь мужчина нужен не для того, чтобы замуж выйти, нет, здесь мужчина нужен для того, чтобы я была любимой, чтобы у меня был интересный секс, чтобы все было хорошо. Вот так вот я здесь подытожу, здесь в принципе здесь ситуация понятная. Я надеюсь, девочки, что вы себя здесь узнали. Если у вас нету мужчины, если вы жизнью своей недовольны, если вы не ищете просто романтичные отношения в формате любовь ради любви, секс ради секса, а здесь женщина ищет отношения для того, чтобы вот любовь ради любви, секс ради секса, жизнь свою кардинально перекраивать вы не собираетесь, просто добавить эмоции. Вот если это о вас, значит смотрим. Если нет, девочки, даже не смотрите. Эта история не ваша, и никакой пользы вам этот расклад не принесет. Мы тоже должны понимать, что во всем должен быть резонанс. Ну что, смотрим, войдет ли новый мужчина в вашу жизнь для эмоций. Ох, войдет, девочки. Но это будет встряска такая, которая ого-го. Это либо кармический урок, либо здесь мужчина такой, что вошел в жизнь раз, а вытолкнуть потом будет очень сложно. Причем войдет он в вашу жизнь надолго. Это будет, кстати, проверка на прочность вашим отношениям. Здесь такой момент, когда вы вот за что боролись, на то и напоролись. Но получите не только эмоции, но в придачу и ситуацию, когда и особенно, если это брак стабильный, да, и муж как человек, как мужчина, с которым вы живете, имущество, там дети и так далее, и так далее, и так далее, когда вы просто будете готовы от него уйти. Вынашивать такую мысль будете. Девочки, здесь будьте осторожны. Здесь не просто войдет, здесь ворвется. О чем вы должны знать? Ну, здесь, видите, девятка мечей. Это будет больная любовь, это будут больные отношения, это человек, который вытрясет душу, вымотает все нервы. Это такой товарищ, которого потом при желании забыть, очень сложно забываются такие люди. Это ситуации, когда от таких отношений, даже если они закончены, ты выходишь и полгода, и год, и полтора, и два. Для кого-то это растягивается на долгие годы. Это при одном имени вздрагиваешь, это при одном упоминании, вот мандраж какой-то начинается. Здесь, возможно, действительно пойдет переоценка ценностей, когда вы не цените то, что имеете, и вот в желании получить эмоции, получите их настолько сполна, что вот и семья здесь, видите, здесь на грани того, чтобы уйти из нее ради этих новых отношений. что вы можете получить благодаря тому, что войдет в вашу... Почему я не удивлюсь, что это очень быстро, в двадцать первом году даже. Что вы можете получить? Ну, любовный треугольник, что... что-то новое для вас. Вот эмоции, девочки, вот поверьте, вы получите с лихвой, но здесь эмоции от плюса до минуса, причем от жесткого плюса до жесткого минуса. Здесь жизнь, на свою жизнь посмотрите совсем другими глазами, под совсем другим углом, и действительно вплоть до того, что уже и семья, да, благополучная, и все, что там есть, особо-то и не нужно будет, да, вот такая будет какая-то страсть, такое дикое притяжение, что вплоть до того, что, ну, это все было не то, да, я, оказывается, жила в тихом таком спокойном состоянии, и вот не знала, что мне для счастья не нужно спокойствие, да, не нужно благополучие, мне нужна встряска, хотите получите, распишите, здесь будет так, а потом печаль, а потом печаль, может быть, здесь расклад, как ситуация, что предупрежден, значит вооружен, потому что отношение закончится разочарованием, закончится состоянием, вот душу вымотали, вот вывернули ее наизнанку, а обратно не завернули, какие-то пятерка мечей, семерка мечей, там человек, который не будет честным, здесь может быть и мужчина будет несвободный, потому что здесь предательство, здесь измены, здесь обман, здесь страсти, вот просто на грани фола будет, но и переживайте все это очень сильно, потом будете, что вы должны знать для себя на будущее, вступая в отношения, которые вы уже понимаете, что будет, ой-ой-ой, вот видите, сила и девятка пентаклей, берегите самое главное себя, войдете вы в такие отношения, не войдете, здесь только вы будете решать, мужчина такой будет, и он не задержится здесь, самое главное, сохраняйте свою целостность, самое главное, сохраняйте свое спокойствие, самое главное, девочки, особенно девочки, которые имеют возможность финансовую помогать мужчинам, да, вот не распаляйте все, что у вас есть, не старайтесь показать, что вы такая, которая его в жизни встретилась первый, в последний раз в жизни, потому что воспользоваться, это воспользуется, и будет рад, конечно же, будет рад, вот, но только то, что потом вы получите взамен, вот это выпотрошенную душу, ну а любовник, да, здесь будет, ну, похоже, я говорю, и вы будете для него любовницей, да, ситуация любовного четырехугольника, здесь на повестке дня, я даже больше не буду здесь, эту позицию развивать, потому что много на моем канале раскладов про треугольники, про четырехугольники, про разбитые сердца, если вы еще не знаете, что это такое, просто посмотрите, да, какие там эмоции бушуют, да, и что там творится, и понимая, что это может коснуться вас, да, вот вашей спокойной здесь жизни, когда вам скучно, да, когда вам не хватает эмоций, просто готовы ли вы к этому, если готовы, то вперед с песней, да, но хочется сказать, что я вас предупредила, да, чтобы потом не говорили, что я верила, я влюбилась, как никогда в жизни, а он такой сякой, здесь вы заранее будете знать, на что вы идете, скучно в жизни, будет повод ее взбудоражить, вот, но последствия здесь, видите, здесь такой затяжной кризис, когда чувствуете себя жертвой, когда чувствуете, что вас использовали, когда потом, наверное, скажете, что все, больше я такого в жизни не хочу, и зачем я это сделала, так что, девочки, смотрите, в любом случае, я желаю вам действительно сохранить себя, я желаю вам беречь себя, свои силы, свои нервы, свои деньги, и пусть все у вас будет хорошо, в любом случае, здоровья вдогоночку вам пожелаю, и, конечно же, жить по принципу, вчера мечта, сегодня цель, а завтра реальность, надеюсь, что те, кто просил расклад, вы у меня были во второй позиции, и надеюсь, что вы довольны тем, что я его сделала, и вам понравилось, это у нас была вторая позиция, как-то шустренько, ну, тут просто все, все очевидно, и все ясно, как день, ну, во всяком случае, для меня, если вам немножечко непонятно, я действительно рекомендую вам посмотреть расклады на треугольники, в особенности, какие там страсти порой бывают, третья позиция, девочки, для тех, кто выбрал колоду черный гримуар, кто вы на сегодняшний момент, или, возможно, в какой вы ситуации, это сигнификация, поэтому, пожалуйста, очень внимательно отнеситесь к этому, что такое, если резонирует, то вы смотрите расклад до конца, если не резонирует, резонировать точно должно, минимум, минимум девочки на 80%, а лучше больше, если не резонирует, то не смотрите, и так, вот смотрите, вот первая позиция была, где женщина четко была готова к новым отношениям, она уже все поняла, она восстановилась, она хочет отношения не для того, чтобы заткнуть какую-то эмоциональную дыру, а она хочет для того, чтобы отношения были, ей это нужно, и полностью эмоционально, психологически, физически, она к этому готова, здесь же третья позиция, что я вижу, вот эмоционально не готовы, здесь просто хочется скрасить какую-то свою здесь печаль, вот буквально залить свое горе, вот какими-то новыми эмоциями, такое ощущение, что вот тут вот кому-то доказать, либо клин клином попробовать вышибить, но вот на такую энергетику пятерка Пентакли, да, вот особенно в этой карте, вот когда ты смотришь, что как-то вот у всех жизнь налажена, там, или у всех есть отношения, а у меня не складывается, я хочу, чтобы хотя бы вот найти что-то новое и отвлечься вот от той вот, ну, какой-то беспросветной здесь, то есть беспросветное безобразие, что у меня творится, авось поможет, ну, как правило, вот на такую потрепанную энергию приходит либо мужчина такой же потрепанный, ни о чем, да, и не особо все складывается, либо вы вот с разбегу на те же самые грабли, мы посмотрим, будет ли мужчина, новый мужчина в вашей жизни, но здесь хочется сказать, мои хорошие, не торопитесь, пожалуйста, к отношениям вы действительно должны быть готовы, не просто кого-то выкинуть из своей жизни благодаря новым отношениям, не просто кого-то забыть, да, или кому-то по носу нащелкать, что а у меня тоже посмотри, а вам это действительно нужно, потому что вы соскучились по отношениям, потому что вы ждете отношения ради самих отношений, чтобы туда вкладываться, а не просто, чтобы вот кто-то помог вам вот выйти вот из какой-то ситуации, да, ну или опять же кому-то сделать плохо, кому-то насолить, потому что вот у вас что-то новое, что еще здесь у нас, ну здесь вот смотрите, здесь дьявол не отбушевал, действительно, здесь либо еще кармический урок у вас продолжается, вы просто хотите отвлечься, либо спрыгнуть с него, либо вот как я уже и говорила, одного заменить другим, и ну сделать так, да, но вот по факту как-то получается, когда новый человек должен вытащить вас вот из того эмоционального страха, тремора, амна, если хотите, вот в котором вы находитесь, не всегда так получается, вам нужна спокойная, ровная энергия, если вам интересно, посмотрите начало первого расклада, где была сигнификация, насколько там все плавно, насколько там все спокойно, когда женщина действительно, она полностью к этому готова, здесь девочки, я не вижу полной готовности, здесь те уроки, которые вы должны были пройти, вы еще в них находитесь, просто здесь желание вот как-то обнулиться, но вы, но выводы вы здесь не сделали, соответственно, пока еще в заточении, видимо, чтобы не так сложно себя чувствовать, да, вот в эту банку, в которой вы находитесь, посадить еще нового человека, вдвоем все же веселее, вот такая здесь ситуация, а кто вы вообще? Какая вы женщина? Кто вы? Ух, какая, ух, какая здесь, здесь женщина, которая категоричная, здесь женщина, которая, ну, видимо, уже здесь, просто в этих уроках, ее уже довели до ручки, потому что здесь, если кто-то ее обидел, может с кулаками броситься, если кто-то на нее с матом, она может таким матом ответить в ответ, что мало не покажется, здесь женщина, ну, мои хорошие, здесь женщина, которая вот как-то на грани находится, да, вот буквально еще чуть-чуть, вот спичку к вам поднеси, вот вы взорветесь, вот, вот в самом деле, для себя вы хотите что-то такое, чтобы вас подуспокоило, да, вот на ваш горящий такой здесь костер, вот просто хотите хотя бы блеснуть водички, чтобы потушить, но вы не боитесь того пара, который выделится, и который будет взрывной волной, так, что еще у нас здесь, ну, здесь понятно, здесь видите, здесь женщина, которая сама себя из проблем вытягивала, здесь женщина, которая сама пыталась все решить, и понимая, что порой ситуация заходит настолько далеко, что она не знает, что с этим делать, тогда и появляются эмоции, что вам может помочь, остаться, видите, в своем уроке, не стараться сейчас, выпрыгнуть во что-то новое, потому что, когда мы с урока спрыгиваем, да, или когда мы пытаемся из урока убежать, он все равно, как стоял, у нас он так и будет стоять, никуда он не денется, здесь видите, одно другим не заменяется, и клин клином здесь, в вашей ситуации, вряд ли он вышибется, так, сейчас чем вооружиться, мечом, вот так, вооружены, до зубов здесь, девочки, вот смотрите, здесь как минимум, не менять, одни отношения на другие, да, думая, что кто-то будет лучше, да, а здесь как минимум, здесь побыть хотя бы в тишине, потому что правильные решения, они для вас придут, но они немножечко иные, чем, чем что-то новое, поверьте, что вот ваше счастье, да, ваше спокойствие, ваша любовь, она от вас никуда не денется, здесь все впереди, но просто здесь нужно дорешать то, что должно быть дорешено, да, вот поймите, вот спокойствие, только спокойствие, возьмите тайм-аутом, возьмите паузу в отношениях, и для себя тоже, когда человек опустошен эмоционально, он не может притянуть в свою жизнь что-то стоящее, как я уже говорила, да, с разбегу на те же самые грабли, или по энергетике человек появится такой же, как и вы, да, то есть вы ему не сможете дать что-то такого полноценного, потому что, ну, нет ресурсов, да, нет возможностей, и он точно так же, дождитесь вот для себя спокойного момента, когда вы действительно будете готовы к отношениям, не хотите сейчас что-то решать в своей жизни, да, принимать какое-то решение, а хотите переключиться, просто возьмите паузу, вот действительно, здесь спокойствие, спокойствие, и со спокойной головой, да, вот со свежими мыслями, со свежим разумом, вы примите правильное для себя решение, сейчас на поводу у эмоций можно наломать дров, это нехорошо, да, уже здесь какая-то такая ситуация, которая нервы все вымотала, и плюс второй какой-то момент, который тоже может закончиться для вас тем, что еще больше, да, потратите времени, сил впустую, но в любом случае, мое дело здесь посмотреть, и с разных сторон попробовать покрутить, и найти решение, но вопрос-то все равно был, будет ли новый мужчина, давайте его и смотреть, будет ли новый мужчина в вашей жизни, войдет ли он, войдет и никуда не денется, ну девочки, вот кроме каких-то интрижек, флирта, вот чего-то несерьезного, он вам не предложит, да, это вот буквально отвлечься, с этим человеком разнообразить свою жизнь, а потом сказать, да блин, я уже такое видела, и мне оно не надо, вот нарисуется здесь товарищ, да, как я люблю говорить, нарисуется, хрен сотрешь, такая ситуация здесь есть, и скучать здесь, и ждать не придется, ну понимаете, здесь вот абы что, да, более хорошее, более стабильное, то, что действительно вам подходит, то, что действительно вас успокоит, и придет на спокойную вашу личность, а вот на взбудоражную такую вот, которая вот просто хочет, вот как-то отвлечься, ну вот такой же и вот здесь, не спокойно это вам придет, возможность нового мужчины, она для вас не закрыта, хоть сейчас, хоть попозже, но если это будет попозже, когда вы действительно трезво, взвешенно это сделаете, оно для вас будет гораздо более благополучнее, гораздо более стабильнее, вот именно в этой ситуации, здесь хочется взять карту совета для вас, в двух других не дело, ну потому что там и ситуация такая, здесь почему-то хочется советовать, ну вот видите, вот опять же карта, видите, спокойствия, другого совета, кроме как сейчас, не торопиться, не спешить, не стремиться уйти в новые отношения, чтобы забыть вот что-то, что творится в вашей жизни, благоразумие, спокойствие, вот ваши друзья, ну потому что видите, опять столкнетесь с ситуацией, которая вам не понравится, опять столкнетесь с тем же, что ну вот я вернулась примерно в то же, что и было, то, чего вы уже не хотите, и сейчас стремясь поменять одно на другое, здесь будет шило на мыло, а вот когда закончите свой урок, когда успокоитесь, когда действительно подготовите себя, свой внутренний мир, свои эмоции для новых отношений, они обязательно будут, поспешишь людей насмешишь, вот здесь вот та ситуация, не обижайтесь, пожалуйста, здесь не пытаюсь как-то вас здесь поучать, моя задача здесь предупредить, дело хозяйское в любом случае, если нужно, душа просит, пожалуйста, действуйте, вот, но перспектива есть еще для вас, чуть-чуть попозже, но более лучше, об этом тоже помните, я надеюсь, что те, кто просил расклад, в тройках тоже вы были, я надеюсь, что вам расклад понравился, я надеюсь, что выводы вы в любом случае сделаете, и конечно же счастья, здоровья, и жить по принципу, вчера мечта, сегодня цель, завтра реальность, и до встречи в новых видео, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok